В нашем городе прошел конкурс юных инспекторов движения 2016 года. Он проходил на базе Городского центра технического творчества при поддержке Департамента образования и отдела ГИБДД города Заречного. Состязание «Безопасное колесо» – это комплекс разных соревнований, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и призванных пропагандировать безопасность дорожного движения. Участниками конкурса являются третьеклассники. Это связано с тем, что именно в этом возрасте дети начинают активно передвигаться по городу и на велосипедах. И чтобы сохранить их безопасность на дорогах, у нас проводятся такие познавательные мероприятия. Сегодня здесь собрались самые лучшие велосипедисты, которые есть в ваших школах. Я думаю, что вы сами будете соблюдать правила дорожного движения и будете рассказывать своим друзьям, одноклассникам, как правильно ездить на велосипеде, как правильно соблюдать все требования. Всего команд, участвовавших в этом состязании, было восемь. Они состояли из четырех человек – два мальчика и две девочки. У каждой школы были свои отличительные эмблемы и представительные таблички. Конкурс проводился по пяти основным этапам, а именно – знатоки правил дорожного движения, фигурное вождение велосипеда, знание основ оказания первой помощи, практическое оказание первой помощи и велоэстафета трассы. Также детям показали новый мультфильм на тему правил дорожного движения. Были на конкурсе и такие этапы, прохождение которых требовало от участников максимальной аккуратности. Нужно было на велосипеде проехать правильнее фишки и не сбить их. Чуть-чуть-чуть-чуть! Я сам учусь в воде! Я все хорошо! Сначала широкая, а потом такая узкая, что я просто не мог проехать. К соревнованию «Безопасное колесо» образовательные учреждения готовились с большой ответственностью. Ребята в течение всего года готовились к соревнованиям «Безопасное колесо». В сентябре прошли соревнования фигурное вождение велосипеда и автогородок на базе 216-й дедакт гимназии. Там ребята попробовали свои силы, поучились. Затем у нас прошел конкурс «Знатоки правил дорожного движения». И был конкурс первой доврачебной помощи, также подготовительной. Был еще у нас творческий конкурс детям за «Дети за безопасность дорожного движения», где ребята показывали агитбригады на тему правил дорожного движения. Волнение на этапах конкурса «Безопасное колесо» определенно ощущалось. Но поддержка команды учителей помогала тем, кто проходит испытания, чувствовать себя увереннее. «Я считаю, что команда у нас очень хорошая. Мы стараемся это как-то лучше пройти. У каждого свои недостатки, но мы же все разные, мы не можем быть одинаковые». В школах нашего города ученикам преподают правила дорожного движения на классных часах, уроках ОБЖ и окружающего мира. Также проводятся различные тематические мероприятия и викторины. Но очень часто ребята забывают соблюдать правила, создавая тем самым аварийные ситуации. Знания это больше, так скажем, теоретические. А вот соревнования «Безопасное колесо» дают возможность эти теоретические знания применить на практике. Не просто знать, как правильно ехать на велосипеде, применяя знаки дорожного движения, а сесть и проехать по незнакомой трассе, на которой много дорожных знаков, есть специальная разметка и нужно проехать, не нарушив правила движения. Вот возможно, такие подобные мероприятия, как наше соревнование «Безопасное колесо», будут способствовать тому, что дети будут лучше усваивать эти правила, что у них это мероприятие будет вызывать приятное впечатление, интерес, эмоциональное какое-то переживание, и станет для ребенка событием. И даст возможность ребенку попробовать себя, уже как взрослому, попробовать проехаться по трассе, допустим, применить вот эти правила, и в дальнейшем соблюдать эти правила. Места в конкурсе «Безопасное колесо» были распределены следующим образом. Бронзу завоевала команда школы номер 226. На второй ступени пьезисталопочета оказалась школа номер 221. Победителями конкурса «Безопасное колесо» стала школа номер 222. Именно они будут представлять наш город на областных соревнованиях в сентябре месяце. Ребятам остается пожелать только огромной удачи и терпения. Редактор субтитров А.Семкин